В понедельник премьер-министр Израиля обратился к президенту страны Рувену Ривлину с просьбой предоставить ему дополнительные 14 дней на формирование правительства. Первые 28 дней, которые Нетаньягу получил после выборов, прошли почти зря. Ни с одной из партий премьеру не удалось окончательно договориться. Теперь, согласно израильскому законодательству, у Нетаньягу есть дополнительные две недели, которые заканчиваются 7 мая. Учитывая, что предыдущие свои правительства Нетаньягу формировал буквально в последние дни, многие политологи в Израиле уверены, что и на этот раз все решится в последнюю минуту. Кто войдет, а кто не войдет в калицу Ликуда, сейчас этот вопрос мы попробуем обсудить с моими гостями. Это представители двух партий. Роберт Илатов, партия Нождуми Израиль, депутат Неста. Добрый вечер, Роберт. Добрый вечер. И депутат Неста от партии Ешатит, Константин Развозов. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Роберт. Давайте начнем с вас, Роберт. Вы, в отличие от Константина, партия, которая ведет переговоры с правительством, с Ешатит, партия Лапидо, Нетаньягу не ведет никаких переговоров. Что вам сегодня мешает вступить в коалицию Ликуда во главе с Бенемином Нетаньягом? Сегодня, в принципе, мешает нам одна простая вещь. Мы не можем прийти к принципиальным договоренностям о том, как будет выглядеть будущее правительства. То есть, те принципиальные принципы правительства, на основании которых оно будет действовать в течение следующих лет, пока будет существовать Кнесет и это правительство. То есть, вы были в коалиции Нетаньягу последние почти 6 лет. А что сейчас вдруг изменилось? Какие принципы сейчас вам мешают оставаться в коалиции под руководством Нетаньягу? Нам не мешают. Мы еще не договорились о принципах. И тот факт, что ортодоксы уже предварительно получили все те обещания, которые полностью противоположны тем требованиям, которые ставим мы, это то, что в принципе сегодня мешает. То, что они хотят аннулировать те договоренности и законодательства, которые были проведены в сфере ГИО, те законодательства, которые были проведены в сфере службы в армии. То есть, то, что предлагала партия Ешатид в прошлом правительстве. Это Ешатид и мы предлагали до того, как Ешатид вообще основалась. Это основные позиции, которые мы всегда проводили. В том правительстве мы смогли в коалиции провести, в том числе с партией Ешатид эти вопросы. В этот раз, в этот заход правительство Натаньягу, Натаньягу лично с Ликудом, уже пообещали те вещи, которые неприемлемы с нашей точки зрения. И мы не можем согласиться на принципиальные позиции правительства, такие, какие они сегодня представлены. Да, но тем не менее переговоры ведутся. А вот с вашей партией Натаньягу даже не ведет переговоров. Я правильно понимаю? Так это видимо. И мы это знали уже после ноября месяца. В ноябре Натаньягу договорился с ортодоксальными партиями. И когда мы шли на выборы, мы сказали перед выборами, если Ешатид не получит достаточно мандатов, то все, что мы сделали, все, что было проделано для именно тех избирателей, которые платят налоги и служат в армии, то все это прекратят. И входы ультра-ортодоксальных партий в коалицию, они уже были обещаны им и большие бюджеты. То есть за вашей спиной, получается, когда вы были еще внутри коалиции? Это было за нашей спиной. Натаньягу нужно было обещание, предвыборное обещание, что его поддержат, чтобы он стал премьером. И все это исполнилось. И мы говорили, если Ешатид не будет достаточно мандатов, все это случится. И сегодня этот сценарий действителен. И действительно есть ряд законов, которые мы вместе с партией Наш Дом Израиль проводили. И обе партии были инициаторы реформы власти. 18 министров. Я очень надеюсь, что также партия НДИ настоит на своих принципах. Ваши надежды не оправдаются? Количество министров уже будет увеличено. Я вам сразу сообщил. Все, что мы сделали, это же трата денег. Денег, которые обходятся налогоплательщикам очень тяжело. И сегодня увеличить количество министров, отменить закон о равном распределении гражданских обязанностей. Это будет коалиция с ультратадоксальными партиями, на которую всемирное сообщество смотрит не очень. Хорошо, Костя. Очень простой вопрос. Месяц после выборов вы для себя решили, что вы идете в оппозицию? Или просто к вам никто не обращался, но вы надеетесь, что к вам обратится Нитан Ягу, его люди? Возможно, по крайней мере, сесть и понять принципы. Может быть, вы войдете в коалицию? Вы говорите сейчас про правительство, которое должно быть представлено мировому сообществу. Может быть, как раз и нужно вам быть внутри этого правительства, чтобы немножко как-то сбалансировать будущие контуры этого правительства? Я считаю, что нам очень нужно быть в этом правительстве. Но факты, я думаю, что мы все здесь согласны, что в ноябре месяце уже были договоренности с ультратадоксальными партиями. Они просто неприемлемы для нас. И мы пришли что-то изменить в этой стране. И то, что сегодня люди уже забыли, что такое ультратадоксальные партии в коалиции, они были последних два года в оппозиции. Они пришли голодные, они пришли брать свой бюджет, все государственные ресурсы к себе. И мы уже слышим о коалиционных переговорах миллиарды шекелей. Хорошо, я пытаюсь понять простую вещь. И это вопрос и к вам, Константин, и к вам, Роберт. У вас в прошлом к Несте было 19 мандатов. У религиозных партий было тоже 19 мандатов. 17 мандатов вместе. В этом к Несте вы получили 11 мандатов, а религиозные получили 14 мандатов. То есть и вы, и религиозные потеряли. Ушли эти мандаты, получается, к другим партиям? Почему сегодня продолжается коалиция либо религиозные, либо Лапид? Вот я вот это не могу понять, это логики. Или есть другие варианты? Я думаю, что сегодня вопрос по Ешатиду и Лапиду не стоит у главы правительства. Он не ведет переговоры, как нам это видно. То есть это не либо ортодокс, либо Лапид? Он определился. По поводу ортодоксов, я думаю, Ликуда определился 100%. Вопрос теперь, кто будет в дополнении тем, кто существует. Мы слышали партию Кахлона, которая заявила, что в узком правительстве они не будут, поэтому они предпочитают, чтобы мы вошли туда. Но мы сегодня отстаиваем те принципиальные позиции, которые мы считаем нужны. Это смерть террористам, это социальные пособия для пенсионеров, тех людей, которые приехали в предпенсионном возрасте и не набрали пенсию. На все эти вопросы мы сегодня не получаем ответов. Но мы получаем ответы, что ортодоксальные партии уже сегодня все получили в размере почти 6 миллиардов шекелей в виде обещаний, но это в конечном итоге войдет в коалиционное соглашение. И мы не готовы подписать это коалиционное соглашение, пока мы его не увидим. А как, Роберт, а как вы объясняете тот факт, что ортодоксальные партии получили деньги и вошли в правительство? Может быть, они лояльнее, чем ваша партия, чем ваша партия? Если их можно купить, дать им деньги, и они будут держать правительство. А вас получается что? Дают деньги и нельзя купить? Израиль в лояльности по отношению к Бениамину Натаньяу и к партии Ликуты, к правому национальному правительству? Я думаю, это... Я не обвиняю, я спрошу, почему нельзя вам выделить эти деньги, которые выделяются? Мы их требуем сегодня. Ликут не дает нам на этом этапе тех ответов, которые были положительны для нас, что могло бы дать нам возможность войти в коалицию. Скажите, еще один такой вопрос. Вы считаете, что если сегодня ваша партия идет в оппозицию, и коалиция будет с ортодоксальными партиями, и, возможно, с партией Наш Дом Израиль, ваш прогноз, сколько продержится такая коалиция, потому что опыт предыдущей каденции, не последней, а предпоследней, показывает, что такое правительство может работать 4 года от звонка до звонка. И вы в глухой оппозиции. Вас забудут, Костя, нет? Ну, нас никто не забудет. Я считаю, что это и будет странно, если партия Наш Дом Израиль вводит в эту коалицию, когда все вещи, которые они требуют, и, опять же, у нас общие интересы, если они не смогут отставить свои интересы и получить то, что они хотят, именно то, что мы говорим, и пенсии все социальные, и смерть террористов, и так далее, если коалиция будет... Вы верите, что они сумеют отстоять это? Вот ваш прогноз в Ешатит. Или вы со стороны так смотрите и смеетесь слегка? Мы не смеемся, мы смотрим со стороны, и мы считаем, что это пустая трата времени, потому что уже понятно, давно понятно, какие партии будут в коалиции, и сегодня за это платит народ, и министерство не получает бюджет, и мы просто тратим время, мы могли 2-3 недели назад уже все это было, все могло завершиться, и уже были бы министры. В такой позиции зачем идти на выборы? Сразу знаю, что ты и держишь в оппозиции. Я думаю, что это не самая правильная позиция, отстаивать свои достижения, которые были достигнуты. Они надеялись победить. Которые были достигнуты. Дело в том, что с этой победой все достижения, которые были в той каденции, просто сотрутся. Поэтому сегодняшняя позиция Ешатит, она мешает оставить и бороться за те достижения, которые мы достигли вместе. И очень жаль, что такая позиция существует. Роберт, секундочку, а почему вы, ваша партия не может поставить условия, как это делает, например, Кахлон, партия Курану, ставит условия Нейтаньягу и говорит, либо коалиция 67 мандатов, а не узкая в 61, либо я не иду с тобой. Почему вы, например, не можете сказать, мы тоже хотим, чтобы вместо ортодоксов была партия Ешатит, или, например, поставить условия, ну, против правительства. Мы не можем такого сказать, потому что принципиальная позиция заявлена во всех масс-меди и партиях Ешатит, что они уходят в оппозицию. Мы не можем сказать, приведите Ешатит, мы не можем их убедить войти в коалицию. Понятно. То есть тут нужны переговоры внутри переговоров. Понятно. Господа, у нас остается полторы недели, и я думаю, что все ваши прогнозы мы записали, и через полторы недели мы обязательно их сравним. Константин Развозов, партия Ешатит, большое спасибо. Спасибо. И Роберт Илатов, партия Наш Дом Израиль. Спасибо. Спасибо.